Аномальные морозы установились в Хабаровском крае. На некоторых территориях градус опустился до минус 50. В Комсомольске-на-Амуре власти отменили уроки в начальных классах. Спасатели МЧС рассылают рекомендации, как обезопасить себя и не получить обморожение. Репортаж Марии Ежевской. Сгорел подогреватель, который подогревает ее. Вот пришлось вызвать спецмашину. Впервые не завелся. Алексей Зуев уверен, машина не подвела бы, если б не аномальные морозы. Опоздали на работу сегодня многие хабаровчане. Телефоны у автомехаников не замолкают. Десятки вызовов за утро. Без тепловых пушек и аккумуляторных батарей замерзший автомобиль не завести. Хотя, по словам мастера, можно избежать таких экстренных мер. Хороший аккумулятор, значит, автопрогревы. И тогда будет у вас все хорошо. Наплыв посетителей и в приютах. Только в одном, который расположен в пригороде Хабаровска, сейчас находится 80 человек, попавших в сложную жизненную ситуацию. Людей привозят с обморожением рук и ног. К сожалению, поступают часто не слишком поздно. Пациентов отправляют на ампутацию. За последние дни там только поступило 4 человека с обморожениями. Это не считая того, что мы уже кого положили в больнице. Звонят волонтеры или с храмов нам звонят. И мы приезжаем, забираем, отмываем их и уже везем в больницу. Неутешительная статистика ОМЧС. Из-за перегрузки электропроводки участились пожары. Жители ветхих домов стали дополнительно обогревать помещение. Спасатели советуют жителям таких домов хотя бы на время переселиться к родственникам в более теплые квартиры либо обратиться в тот же приют. Рассылают памятки и автомобилистам. Сейчас особо тщательно нужно готовиться к междугородним поездкам. В обязательном порядке в машинах и в автомобильной технике должны находиться теплые вещи, исправные и заряженные средства связи для того, чтобы в случае необходимости вызвать помощь по единому телефону 112. Рекордсмены по минусовой температуре северные районы края. Термометры Комсомольска на Амуре сегодня утром зафиксировали минус 45 градусов. На вынужденные каникулы там отправили более 13 тысяч учащихся начальных классов. Синоптики прогнозируют потепление на выходные, однако температура повысится незначительно.